МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Больше 500 уклонистов, как ловит тех, кто не хочет служить. Взяли кредит и не знаете, как платить? В банке рассказали, как решить проблему. Награды для лучших выделили руководители ТОС. Низ очарования. Рязанка получила престижную премию на международном конкурсе красоты. Число случаев заражения COVID-19 в Рязанской области превысило 14 тысяч человек. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил столичный оперштаб. В регионе за сутки выявили 115 заразившихся. Теперь с начала пандемии общее число человек, больных коронавирусом, составляет 14 060. Всего вылечилось чуть больше 11 600 человек. Новых летальных случаев пока нет. С начала пандемии в регионе от нового вируса скончалось 89 человек. Осенний призыв в армию стартовал 1 октября. Однако далеко не все юноши торопятся попасть в военкомат. Тенденция скорее обратная. Люди почти бегут. Вместе с участковым уклонистов ловила наша съемочная группа. На ваших экранах совместный рейд сотрудников военкомата и участкового полицейского. Они выявляют уклонистов. То, что дверь вообще открыли, говорят сотрудники, большая удача. Обычно или всегда закрыто, или мальчика нет дома. Как могло бы быть сейчас. Но юноша дома, по словам соседей, и от сотрудников уже не уйти. Правда, причина всегда найдется. Сотрудники военкомата говорят, что причины ребята придумывают самые разные. В разгар пандемии самой частой отговоркой стала фраза «Я заражен» или «Я контактировал». Однако и таких, как Даниил, тоже могут доставить в военкомат. С начала осеннего призыва, то есть с 1 октября, поймали уже 30 человек. У нас более 500 человек уклоняются. Мы проводим постоянно работу по их розыску, оповещению и принятию дальнейшего решения, что же с ним сделать. За уклонение от прохождения военной службы предусмотрено два вида доказания. Это административное наказание в виде штрафа до 3000 рублей и уголовная ответственность уже гражданина. Это штраф в размере до 200 тысяч рублей или либо лишение свободы на два года. Теперь Даниила отвезут для прохождения медкомиссии. На работу военкомата пандемия тоже повлияла. Живые очереди у врачей можно увидеть только на архивных кадрах. Теперь не больше 10 человек, контроль температуры и средства защиты. Военный комиссар уверяет, что в армии заразиться новым вирусом еще сложнее, чем на гражданке. Но молодых ребят явно пугает не здоровая атмосфера, а год, проведенный в однотонной форме и неудобных берцах. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Из заводской трубы в Рязани начал идти желтый дым. Это событие наблюдали граждане в пятницу, 27 ноября. Автор ролика рассказал, что запись сделана в районе Недостоева. Ситуацией заинтересовалось Министерство природопользования. Известно, что на место выезжала передвижная эколаборатория. Для анализа взяли пробы воздуха в жилой зоне микрорайона. Превышение загрязняющих веществ не обнаружено. Возбуждено административное расследование по статье 8.1 Кодекса об административных происшествиях РФ в отношении ООО «Экосервис МВ». Рязанцы, столкнувшиеся с трудностями погашения кредита, могут рассчитывать на рассрочку долга. Как договориться с банком, расскажем в следующем сюжете. Возврат кредита – задача ответственная. Ведь задержки и невыплаты влияют на кредитную историю. Поэтому даже в непростой жизненной ситуации необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить статус ответственного заемщика. Тем более, сегодня, в период пандемии, кредиторы готовы идти навстречу. За этот период с 20 марта по 20 ноября банки, которые существуют на территории Рязанской области, получили 999 заявок, из которых было одобрено 65,5% из всех поданных заявок. Если гражданин не может своевременно выплачивать кредит, он может обратиться к кредитору с просьбой об отсрочке или уменьшении суммы платежей. Хотя срок подачи заявлений на кредитные каникулы в рамках соответствующего закона закончился 30 октября, банки все же рассматривают поступающие требования уже в рамках собственных программ. Если у вас возникли трудности с погашением задолженности перед банком, как у физического лица, так и у юридического, лучше пытаться договориться с кредитной организацией об изменении условий этого кредитного договора. Чем дольше затягивается ситуация, чем дальше вы бегаете от банка, тем хуже ситуация с вашей кредитной историей, и тем меньше возможности у вас в дальнейшем получить финансирование от банка. Банк России рекомендует кредиторам продолжать идти навстречу клиентам, не назначать пенни и штрафы по кредитам до 31 декабря 2020 года включительно. Такая мера помогает оказать финансовую поддержку гражданам, которые столкнулись с проблемами при погашении кредита. Максим Яковлев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Лучших руководителей ТОСов наградили сегодня представители городской администрации. Самые активные получили мини-гранты на реализацию своих проектов. Честовали в трех номинациях – лучший проект, лучшая инициатива и за вклад в развитие ТОС. Для победителей в конкурсе ТОСов этот успех не личный, а все же коллективный. Местное самоуправление – наиболее прогрессирующая социальная инициатива. Информационные стенды, инвентарь для субботников, мобильная мебель – проектов в этот раз было вдвое больше обычного. И над выбором победителей городской администрации пришлось крепко подумать. Дипломы, цветы, красивые слова и кое-что еще. Общественники получают мини-грант на реализацию своего проекта. И потом они предоставляют отчетность, как они его реализовали, рассказывают о результатах, что получилось, что не получилось. И мы формируем библиотеку лучших практик, чтобы потом другие ТОСы могли, другие активисты могли ей воспользоваться. Что они сделали интересного и как это можно использовать на других территориях. Мини-гранты в мини-церемонии. Из-за пандемии лучших общественников награждали сегодня всего в трех номинациях. Победитель одной из них, Марина Жданова, уже точно знает, на что пойдут выигранные деньги. В ТОСе-Приокске-2 разработали целый список необходимых дел. Отклик на инициативу у жителей удивляет. Даже в наше сложное время к оздоровительным программам в парке Гагарина примыкает все больше людей. Возможно, скоро весь район будет, например, выходить на утреннюю зарядку. Тот грант, который мы выиграли, он пойдет на закупку определенного оборудования. Мы хотели бы купить колонку более мощную для того, чтобы развить танцевальное направление. Мы занимаемся на сегодняшний момент каждый день совершенно бесплатно. Начиная в 8 утра, проходят занятия по нескольким направлениям. Это ведет у нас один преподаватель тоже на безвозмездной основе гимнастику по системе Нарбекова. Я сама лично провожу с элементом суставной гимнастики упражнения и танцевальное немного. И дальше все ходят, разбиваются на тематические группы. Скандинавская ходьба, оздоровительная ходьба. Своим масштабным оздоровительным комплексом в Приокском-2 хотят охватить как можно больше социальных слоев. Для местных мальчишек уже закупили футбольные ворота, мячи и даже травку для стадиона, которые готовят к грандиозному матчу папы против сыновей. А еще для девочек откроют специальную танцевальную группу. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанка стала призером конкурса красоты. Она получила приз в номинации «Мисс Очарование». С рязанской красавицей пообщалась наша съемочная группа. Рязанка Александра Смоликова выходит на подиум международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020». В подобном конкурсе она участвует впервые. Рассчитывала попасть в тройку лучших, но получила приз в отдельной номинации. Александра Смоликова стала «Мисс Очарование». Подготовка была тяжелая. Каждыми днями с 9 до вечера, иногда и до 11 ночи мы репетировали. Мы ставили постановки, танцы, дефиле. У меня даже такой ритм жизни был нов. О интенсивной подготовке и победы могло и не быть. Александра решила участвовать случайно. Рекламу международного конкурса красоты она увидела в Инстаграме. Посоветовала поучаствовать воспитанницам своей модельной школы, а потом решила, что почему бы не попробовать самой. Отправила заявку и уже через пару месяцев Александра узнала, что прошла в полуфинал, а после – в финал. «Мне было, наверное, страшнее всего из-за того, что там был танцевальный номер. Профессиональным танцем я не занимаюсь, занималась когда-то в детстве. И вот надо было подготавливать себя. Я с девочкой тренировалась каждый вечер, она мне помогала». Из 32 тысяч заявок выбрали 30 девушек. Александра Смоликова стала одной из них. Спустя две недели подготовок к репетиции почти бессонных ночей девушка стала мисс очарования. Стоит отметить, что это первое ее участие в международном конкурсе красоты и сразу же престижная номинация. Александра говорит, что высоким результатом она обязана своему дедушке, которому и посвятила эту победу. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv, а также в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и спокойных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова